Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас очень интересный вопрос на повестке дня. Это Фоберлик и самозанятость. Как же открыть самозанятость Фоберлик, чтобы выводить денежки себе на карту? Ну, во-первых, открыть самозанятость Фоберлик можно при наличии у вас звания старший лидер, не меньше. То есть это прописано на сайте. Если у вас за предыдущий период был товарооборот не менее 5000, по-моему, я себе сделала скриншоты, чтобы не забыть, потому что информации на самом деле очень много, я постараюсь вам выдавать ее дозированно, тем не менее определить какие-то общие понятия для вас. А дальше уже все равно вам надо работать с обратной связью поэтапно, ступенчато, потому что это все все равно не откладывается в голове и все равно не запомнится. Мне никто не помог, ни вышестоящие лидеры, никто на этот ответ вопросов не знал, в том числе нет никакой информации практически в интернете. Я искала подобные ролики, и их тоже нет, потому что самозанятость Фоберлик можно открывать только с осени 2020 года, то есть относительно недавно. Эта тема еще совсем не освещена и не раскрыта, поэтому я думаю, что вам будет полезно очень послушать. С 1 сентября 2020 года подать заявку в обратную связь, чтобы заключить договор на оказание услуг от консультантов, являющихся самозанятыми гражданами. На момент подачи заявки для заключения договора консультант должен быть в звании от старшего лидера с объемной скидкой за предыдущий период не менее 5000 рублей и не более 125 тысяч рублей, то есть есть предел. Еще один важный момент, то есть если вы являетесь владельцем пункта выдачи, вы не можете открыть самозанятость только ИП. Здесь тоже важное условие. И вот граница 125 тысяч. Но когда уже такие доходы, то тут есть смысл открывать ИП. Почему именно самозанятость, а не ИП? Потому что ИП, во-первых, по-моему, от директорского звания, если не ошибаюсь, может быть даже и выше. Это, во-первых. Во-вторых, самозанятость. Есть тоже на сайте обратная связь, когда будете заниматься этим вопросом, вам пришлет все ссылки и полезную информацию, которую можно изучить. И там будет в том числе информация, сравнительная таблица по оформлению ИП и самозанятости, где свои плюсы, где свои минусы. То есть самозанятый платит 6% налог от дохода. Да, 6%. У ИП, а в год там очень большие суммы. Там 40 тысяч и так далее, а то и больше. Вот. Поэтому это как бы разница ощутимая. Ну и, естественно, самозанятый может быть старшим лидером, а ИП нет. ИП там где-то от директорского и выше звания, не помню точно. Так. Для консультантов, заключивших договор на оказание услуг как самозанятый, также применяются обязательные для всех условия расширение личной группы. Ну, то есть ты должен работать. Потому что если ты вот открыл, допустим, самозанятость, да, и бросил заниматься Фаберлик, не занимаешься развитием своей структуры и, в принципе, слетаешь с звания, да, старший лидер, то, естественно, тебя удалят как самозанятого из Фаберлик. Это надо понимать. То есть когда у вас уже стабильный доход, тогда да, есть смысл. Так, дальше, девчонки. Дальше вы достигли звания старший лидер, да, вы получаете объемную скидку уже, получается, в размере 7-8-9 тысяч рублей, в зависимости от конкретного количества. Баллов совместно с вашей структурой. И вы дозрели, да, и вы пишете в обратную связь. Я хочу быть самозанятым в Фаберлик, помогите мне, как, собственно, делала и я. Мне прислали дозированную информацию и перечень документов. Это заняло какое-то время. Наверное, на это ушло у меня месяца полтора. Ну, не так много, я думала, будет хуже на самом деле. И что нам понадобится еще? Пришлет компания через обратную связь вам необходимый перечень документов. которые вы должны будете подписать, которые вы должны будете добыть. Сейчас объясню, какие документы. И также нам понадобится приложение «Мой налог». Оно есть в Play Market, оно есть в App Store. Мой налог, через который, когда мы все это дело с вами оформим, мы будем оформлять чеки. И эти чеки потом предоставлять в компанию Фаберлик. То, что вот я доход получила, вот, смотрите, чек я заплатила с этого дохода налог. Кстати, в приложении «Мой налог» 10 тысяч, по-моему, там, да, 10 тысяч, когда вы там регистрируетесь, очень простая регистрация, все как бы просто. Оно вам дает 10 бонусных тысяч. То есть сначала вы налог вообще не платите, вы платите с вот этих бонусов, которые дает приложение. Это на самом деле классно, то есть весь доход вы получаете на карту, на счет. И нужно будет открыть отдельный счет, то есть не зарплатная ваша карта, не счет, который уже куда-то привязан, а отдельно. Это тоже довольно просто, смотря каким пользователем, какого банка вы являетесь. У меня Сбербанк, и я просто зашла и за 30 секунд открыла счет. Обычный рублевый счет, да, он открывается бесплатно, как бы в этом никаких вообще проблем нет. Это нужно, потому что если деньги будут перечисляться на вашу какую-то другую карту, то приложение «Мой налог», вообще налоговое, потому что вы все данные подаете, может отследить как-то неправильно, что ли. Ну, в общем, отдельный счет заводите вот для этих целей. Так, дальше, девчонки, значит, сейчас я вам расскажу все по порядку. Нам нужно будет с вами подписывать договор, договор, который пришлет компания Фаберли к текстовым файлам. Я делала все на телефоне, причем у меня не было программы, которая открывала их документы, но я скачала, нашла программы, которая открывает документы все, и в которых можно редактировать эти документы. Компания пришлет договор, который вы должны будете распечатать в двух экземплярах, заполнить графы и подписать, и вместе с определенным перечнем документов отправить этот договор, эти два оба экземпляра, в компанию Фаберлик на юридический адрес. Они пропишут тоже этот адрес, и отправить его нужно будет не в электронном виде, а через почту России, то есть все должно быть распечатано. Я ходила на почту, и, по-моему, не заказным, а может и заказным за два дня я отправляла письмо, в компанию Фаберлик вот этот весь перечень документов. Они быстро его получили, быстро среагировали, думала, как бы будет дольше на самом деле, но оказалось, нет. Так, еще нам нужно будет оформить с вами электронную цифровую подпись. У меня вообще эта информация, когда я только начала этим всем заниматься, на самом деле повергла в шок, потому что я понятия не имею, что такое электронная цифровая подпись, где ее взять. Я начала гуглить, оказывается, за тысячу рублей ее, в принципе, делают практически везде, ну, как найти сервис, которому доверять. Потом оказалось, что электронная цифровая подпись делается именно в Фаберлик, другая никакая не подходит, и стоит она 950 рублей в год. То есть мне присылали реквизиты, по которым я оплачивала 950 рублей, пересылала чек обратно в Фаберлик, я так поняла, это нужно будет делать каждый год, да, продление электронной цифровой подписи, которая автоматически за вас подписывает документы. Я думала, я как-то это буду видеть, осязать, ощущать. Нет. Не знаю до сих пор, как это происходит, но, в общем, это надо. Так, договор, перечень документов, справка о постановке на учет в качестве налогоплательщика налога. Сразу опять куча вопросов в голове, где взять эту справку. Вы, когда регистрируетесь в приложении «Мой налог», там же есть и пунктик, справка о том, что вы встали на учет и зарегистрировались в приложении «Мой налог». 5 секунд, вы ее скачиваете, распечатываете, она у вас. Тут вот опять же понадобится принтер, да, понадобится компьютер все равно. Ну, или вы можете через телефон пойти там, в принципе, сейчас документы много, где печатают, да, пойти и распечатать. В общем, вот эта справка в приложении «Мой налог» вы ее берете. Потом паспорт «Основной разворот», справка из банка об открытии банковского счета. Вот опять же, я открыла счет в приложении «Сбербанк онлайн» и там же сразу взяла справку, тоже 30 секунд делов, но просто когда вот эта куча информации в голове, очень тяжело на самом деле разобраться, что откуда брать. Счет открыли, и там же просите выписку об открытии счета. Вот это и есть эта справка об открытии банковского счета. Личные сведения в произвольной форме, регистрационный номер, контакт и телефон, адрес электронная почта. Это вот это посылается изначально, все в распечатанном виде, вместе с договором на юридический адрес Фаберлик. Вот этот вот комплект документов. Электронную цифровую подпись, чтобы оформить, нужно тоже много документов, девчонки. Сейчас расскажу. Вот, для самозанятого. Для ИП как-то там свои условия, для самозанятого. Свидетельство ИНН, да, у всех работающих есть оно ИНН, свидетельство. Ксерокопия, все ксерокопия. Это уже для электронной цифровой подписи документы посылаются все в электронном виде, то есть обратно новым обращением в обратную связь. Вот этот комплект документов, который они просят, мы им отправляем. То есть изначально мы отправляем договор подписанный, вот паспорт, да, две справки и два договора, да, через почту России распечатанными документами. Все остальное мы подаем через обратную связь в электронном виде. Так, ИНН, справка о постановке на учет. Вот опять, но уже в электронном виде, который мы с вами берем из приложения «Мой налог». Страховое свидетельство СНИЛС и документы, удостоверяющие личности. Это паспорт. Копии заверять не нужно. И таблицу еще приложить. Здесь Фаберлик высылает таблицу, в которой нужно заполнить поля. Там в том числе расчетный счет, получатель и так далее. Но все просто, в этом просто разобраться. Таблица в формате Excel. Если у вас нет Excel на компьютере, то бесплатное приложение Excel я себе скачала на телефон. Оно есть, кстати, в плей-маркете. И эту таблицу, которую они прислали, я заполняла в телефоне, через телефон им все отправляла. В принципе, если вот так вот кто-то вам разложил все по полочкам, это довольно просто. Но когда ты понятия не имеешь, что делать, откуда какие справки брать, на самом деле у меня была голова кругом. Просто кругом. Так, электронная цифровая подпись. Значит, мы оставляем заявку в обратную связь. Опять пишем с вами Фаберлик. 950 рублей оплачиваем по реквизитам, которые они нам присылают. Я это сделала через Сбербанк онлайн, опять же, по реквизитам оплатила и отослала им чек. Так, и проверить статус действия можете в своем личном кабинете. Ну вот и все, в принципе. Смотрите. То есть, первый перечень документов мы с вами отправили через почту России. Второй перечень мы с вами отправили документов в электронном виде, да, который я вам перечислила. И дальше что? И дальше мы с вами ждем. Ждем одобрения, ждем, когда будет готова электронная цифровая подпись. Она готовится какое-то время. Обратная связь. Тут как раз кончался период, и я уже думала, вот как все это будет на самом деле происходить. То деньги мне начислялись в виде объемной скидки, а теперь они мне должны прийти на счет. Когда, как, и электронная цифровая подпись еще не готова, и как все это вообще происходит. Был очень интересно. И тут мне по завершению какого-то периода, то есть какого-то каталога, на счет пришли деньги. Периоды у нас всегда завершаются в воскресенье с вами, да, в четверг. Вот уже сколько? Два раза я получала деньги, да, два раза. И пока свяжу, поэтому вам и рассказываю. Два раза на счет получала деньги, и два раза они приходили в четверг. То есть на четвертый день после завершения периода. Если объемную скидку мы видим уже в личном кабинете с вами с утра, в понедельник, да, то денежки на счет нам приходят в четверг, мне лично, вот так, по крайней мере, я думаю, всем так, да. В этот же день, ну, не в этот же, а в договоре вообще эти пункты прописаны. В течение каких дней вы должны предоставить чек, что вы заплатили налог с этих денег, да. В отчетах, в отчетах в личном кабинете есть акт выполненных услуг, который сам как-то по себе подписывается вот этой электронной подписью. Я думала, что мне его надо будет как-то подписывать, им отсылать. Нет, он как-то сам вот этой электронной цифровой подписью подписывается, ничего делать не нужно, я эту информацию уточняла, все в обратной связи. Да, мне пришли деньги, я тут хоп такая, не знаю, что делать. И тут они мне пишут, что электронная цифровая подпись ваша готова, вот, как бы все нормально. Я пишу, а как подписывать, а где подписывать, как ей воспользоваться, никак, она говорит, все автоматически делает. В общем, вот так, в акте выполненных работ был указан период, за который произошли начисления, количество баллов, по которому расчет был произведен, да, и эти денежки я получила на личный счет. На счет, не на личный, а на счет в Сбербанке. Зашла в приложение «Мой налог», есть подробная инструкция, они ее тоже высылают в обратной связи, как заполнить чек, да, там есть несколько граф, некоторые реквизиты Фаберлик нужно написать, с точностью до копейки сумму, которую вам перевели, почему, как бы удобен и отдельный счет, и вообще необходим просто. С точностью до копейки прописать сумму, реквизиты, период, и все. В приложении «Мой налог» мы это все с вами делаем и сохраняем чек, там есть такая функция, сохраняем этот чек, да, на начальных этапах приложение «Мой налог» за нас налог платит, что очень приятно. Ну, а так бы 6% вычли тоже, это сумма небольшая, да, согласитесь, не 13, как с нас работодатели дерут, да, вот. Вот, и этот чек мы отправляем с вами в обратную связь под названием «Чек самозанятого». Там уже специально люди, которые этим занимаются, как раз возьмут этот вопрос. Я отправляю, прописываю тему, да, в обратной связи «Чек самозанятого», прикрепляю этот чек и отправляю им. В первый раз я как-то что-то неправильно прописала, в этом нет ничего страшного тоже. Обратная связь указала мне на ошибки, которые я допустила. Я захожу обратно в приложение «Мой налог», удаляю этот чек, который был создан, да, и создаю новый, как они мне указали, создаю новый. Со второго раза у меня уже получилось как бы все правильно. Стоит немножко с этим заморочиться, повозиться, но оно, естественно, того стоит, да, мы все с вами это прекрасно понимаем. Стоит доходить до этого звания, чтобы получать деньги. И хорошо, что компания «Фоберлик» позволила как бы нам это сделать, от звания «Старший лидер», за это им, конечно, огромное спасибо. Потому что от директорского звания открывать ИП и платить за него большие деньги, а если это просто пока директор, там деньги не такие большие, как бы это не очень выгодно. Хорошо, что компания позволяет нам вот таким вот образом выводить деньги. Я вам надеюсь, что основные моменты по полочкам разложила. На самом деле это приятно. Двухнедельный каталог, трехнедельный, раз в две, в три недели получать зарплату. По деньгам, конечно, будет вопрос по деньгам, сколько. Я пока в звании «Старший лидер», и у меня где-то 8,5-9 тысяч зарплата. Будем это уже называть как положено. Я плачусь с нее налогом, да. Это зарплата 8,5-9 тысяч за две или за три недели. Вот подумайте сами, надо оно это или не надо, да? Есть к чему стремиться или не к чему. До этого результата я шла два с лишним года, но я не занималась «Фоберлик» упорно. У меня цель немножко другая, я блогер, и все потихоньку пришло само. Если вы будете заниматься, если вы захотите действительно расти, у вас есть цель, которую вы четко осознаете, вы до этого звания, конечно, дойдете гораздо быстрее, чем я. Минимум в два раза быстрее, да? То есть это реально, это абсолютно реально, если задаться этой целью. И вы уже будете самым занятым гражданином, который платит налоги, получает зарплату, растет и стремится к чему-то. Надеюсь, моя хорошая, что информация для вас была полезной, потому что мне бы она была мега полезна, когда я вот сидела с такой опухшей головой и разбирала, что мне прислала обратная связь, и как мне с этим поступить, и что мне делать вообще. Да? Если остались какие-то вопросы, задавайте, конечно, буду отвечать на все. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Чем?